Самый, наверное, неоднозначный видос, который я мог бы записать. А? Хармаки, зараза. Всем привет, дамы и господа. В этом видеоролике мы с вами поговорим на тему, где лучше жить, что такое хайсеки, лоусеки и нули, и, собственно, какое представление может иметь новичок о проживании где-либо. Поехали. Первое, что приходит в голову, когда новички регистрируются в Иф онлайн, когда начинают только играть, они не могут понять, что такое империя, что такое нули. Для них империя это какой-то там лорд Вейдер, я не знаю, со своей армией, захвативший полгалактики, который строит звезды смерти на планетах и захватывает население. Люк, пойдем со мной в хайсек. На самом деле все гораздо проще. Дело в том, что империя называется, вот мы уже открыли карту, империя называется, это та область, где присутствует конкорд. В большей степени, где присутствует конкорд. Своего рода лоусек уже империей назвать нельзя, но конкордом также может присутствовать, присутствуют их орудия. Есть несколько мест, я бы сказал, много мест, где игроки могут жить. Во-первых, это империя, во-вторых, это лоусеки, это такая немножечко подкатегория империи, просто лоусеки находятся в большей степени на территории империи, но как таковой можно их не назвать империей. Третий пункт это нули, то есть самая обширная область, где могут проживать игроки. Четвертая часть это ВХ, то есть это системы, которые скрыты от наших глазок, которые мы не можем здесь увидеть, которые можно только насканить, и проживать в них можно только методом постоянного высканивания выходов в нульсеки, в хайсеки, либо в империю. И пятое место, которое было добавлено относительно недавно, это Почвень, это Треглавские территории, системы, которые захватили Треглав, и сейчас держат под своим контролем, там тоже можно жить. Что такое вообще вот понятие именно нулей и империи, в чем их существенное отличие? Дело в том, что империя и нули имеют достаточно большое различие в том, что, как я уже вырос ранее, империю защищает Конкорд. То есть при попытке на вас напасть, другого игрока, его очень быстро будет аннигилировать Мистер Конкорд, который в зависимости от статуса системы будет регулироваться своим прилетом. То есть про что я именно говорю? Если система со статусом безопасности единичка, либо 0.9, то есть достаточно высокий статус безопасности, в этой системе Конкорд на подмогу вам будет приходить достаточно быстро. Если система со статусом уже 0.5, вот такие вот желтенькие системы, то Конкорд будет приходить дольше, но он придет однозначно. Ну и соответственно в этом все и есть измерения. То есть 0.7, 0.8, 0.9, то есть чем ближе к единичке, тем быстрее Конкорд приходит. К сожалению, в системы со статусом уже 0.4 и ниже Concorde не приходит, но в системах со статусом безопасности от 0.4 до 0.1 можно наблюдать пушки Concorde, которые будут также вас защищать. Например, на некоторых прыжковых вратах установлены Concorde пушки, если на этих вратах вас будут атаковать, эти пушки среагируют, причем незамедлительно. Нули же в большей степени делятся тоже на две категории, это NPC Нули и это Climb Нули. NPC Нули держит по своим контролям пиратские организации, которые представлены у нас, допустим, в списках кораблей можно найти их основные логотипчики, да, то есть это Гуристас, это Санша, это Охотники за кровью, Каратели Ангелов и так далее. Есть те фракции, которые не контролируют регионы в нулях, это, допустим, те же самые Конгрегация Сестер Евы, они не имеют своей территории, но не имеют агентов в Империи. Вот, отсюда следует логичный вывод, то есть в нулях тоже можно находиться в NPC-регионе, пользоваться ихними станциями и так далее. В большей степени все Climb Нули уже давным-давно поделены между игроками. Вот эту статистику о том, кто где проживает, кто какие территории контролирует, вы можете найти по ссылке в описании и подробно посмотреть, какому альянсу какая территория принадлежит. В Climb Нулях игроки имеют больше свободы, нежели в Империи, потому что они полностью отвечают за возведение структур, за контроль этих структур, за налогообложение. Собственно, сами строят там свою Империю и развивают свою политику. Соответственно, там же и сами игроки отвечают за развитие этих территорий. Насколько будет развит промышленный индекс, где будет удобно копать, где удобно будет проживать. С одной стороны, для игроков этот подход достаточно интересен, потому что все хотят развить свой небольшой кластер, где они будут каким-нибудь лордом и будут заправлять несколькими станциями, владеть лунами, владеть прыжковыми вратами, собирать с этого налогообложения, сидеть на троне. Но опять же, вернемся к мнению новичков о том, где же все-таки лучше всего проживать. Дело в том, что, чтобы это понять, нужно сперва понять, как мыслит сам новичок. Дело в том, что, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Отсюда, соответственно, идут некоторые выводы. Я же попробовал пожить и в ВХ, попробовал пожить и в Climb 0, и в NPC 0, и в Империи. И мне самым удобным методом проживания были именно Climb 0, потому что я все-таки приверженец того, где игроки полностью отвечают за контроль и управление некими системами. Где системы не регулируются правилами NPC, не регулируются Concord, зараза отключения сервера. Ну ладно, у нас еще время есть. И в той же степени для меня это кажется более удобным. Но не все люди мыслив так, как я, и понимание о том, где и как жить, может быть существенно различаться. Дело в том, что все напрямую может зависеть от вида деятельности. Допустим, есть игроки, которые вот просто любят выполнять миссии агентов, любят безопасно проходить какие-нибудь бездны по КД и не имеют просто желания, либо возможности на рорках или халках копать какие-нибудь луны бесконечные, крабить бесконечное количество аномалий, сольважить горы разбитых кораблей и так далее. Соответственно, такие люди очень часто проживают именно в лоусеках, либо в империи, то есть более безопасных системах, потому что для них такой вид деятельности является более безопасным. Но, как правило, все новички начинают именно в империи, в системах с высоким статусом безопасности, потому что, по мнению системы, для них это будет более благоприятной средой для того, чтобы продолжать свое развитие. Там они выполняют задания агентов, там они изучают рынки, там же они проходят свои первые бездны и там же насканивают свои первые аномалии. Логично то, что уровень заработка между империей, ВХ, почвенем и нульсеками может достаточно сильно разниться, потому что, как правило, там, где проще, там все дешевле. Там же, где все сложнее и опаснее, там все дороже. Это закон такой небольшой рынка, да? Отсюда же вы можете понимать прекрасно, то есть если вы, допустим, сканируете какие-то датки, сайты, релики в системах с высоким уровнем безопасности, значит, скорее всего, стоимость содержимого этих контейнеров будет недостаточно высокой. И можно сканить весь день и насканить всего лишь 100 миллионов, при этом попав буквально в нули, за весь день насканить полтора миллиарда. Есть разница? Есть разница. Но, опять же, не все любят сканить и большая часть игроков, как правило, устремляются на своем старте к фарму каких-нибудь бездн, потому что в какой-то степени это проще, с одной стороны. Но мы не можем забывать то, что в империи есть товарищи-суицидники, которые с удовольствием уничтожат вашу гиллу на выходе, чтобы забрать весь ваш лут. Да, они жертвуют своими небольшими кораблями, теряют какие-то деньги, но получают они гораздо больше. Поэтому игроки, которые начинают проходить бездны, залезают настолько глубоко в империи, чтобы их ни один суицидник не мог отследить и поймать. Но все-таки все до поры до времени, рано или поздно их ловят и убивают. Поэтому такие игроки, которые прошли уже этот этап, период суицида, период добычи более бедных лун, допустим, в хайсеке, скана бедных аномалий в хайсеке, начинают уходить либо в ВХ, либо в нули. Что игроков может ожидать в ВХ и в нулях? Во-первых, ВХ и нули это абсолютно разные системы, в которых можно проживать. Отличаются они тем, что, как я вырвался ранее, ВХ только насканивается, и это только одна система, как правило. Они делятся на несколько классов, это С1, С2, С3, С4, С5 и С6. Есть еще дрифтерские ВХ, и, соответственно, в ВХ и в нулях достаточно разный контент. Как правило, в ВХ живут древние, то есть своего рода спящие. Это отдельная NPC-фракция, которая проживает только в ВХ, соответственно, там же водятся только эти НПС. Фармить спящих или слиперов, как их здесь называют, достаточно выгодно, но при нужных навыках, при нужных, так сказать, знаниях, во всех остальных случаях, это, как правило, заканчивается сливом корабля. Я, допустим, когда проживал на протяжении полугода в ВХ, я потерял два Реттлснейка и один Дредд просто от НПС, потому что не понимал механики фарма, не понимал, что можно от них ожидать, а НПС там достаточно серьезная. Также в ВХ нужно проживать небольшой группой, потому что очень часто случаются случаи, когда те же самые ВХ-шные пираты могут зайти к вам в систему, напасть на ваше сооружение, если таковое имеется, напасть на ваш пост, если таковое имеется, и просто-напросто ограбить вас, то есть забрать все, что вы не успели вывести, убив вашу цитадель, потому что в ВХ, в отличие от хайсеков или нульсеков, если даже станция заправлена на полной мощности, все содержимое вываливается в косм. Оно, как в империи или нулях, не отправляется в систему безопасности активов, где вы сможете позже выкупить свои вещи, потерянные с этой станции. Это достаточно существенный минус, потому что проживать одному в ВХ достаточно сложно, но игроки умудряются все-таки найти те ВХ, которые менее посещаемы, с умом относятся к их безопасности, захлапывают все активные дырки, оставляют только статичную дырку, которая всегда существует, и при этом фармят с подсканом там каких-то слиперов, сканят, копают газ, вывозят все это потом дело в империю. Это достаточно такой существенный геморрой, с которым мириться сможет не каждый игрок. То есть это нужно быть именно заядлым ВХшником, то есть ты попробовал, тебе понравилось, и тебя ничто не может отбить от желания заниматься всем вот этим геморроем ВХшным. Меня же хватило всего лишь на полгода, после чего я успешно свалил в нули, именно в клайм нули. Есть еще категория игроков, которая проживает в лоусеках и в NPC нулях. Это игроки, как правило, более опытные, которые могут заниматься в NPC нулях и в лоусеках тем, чем можно заниматься и в империи тоже. Но, правда, уровень дохода в этих системах будет выше, чем в империи. Дело в том, что после распределения ресурсов компании CCP, то есть после очередного патча в лоусеках, добывать, скажем, ту же руду стало гораздо выгоднее, чем даже в некоторых нулевых регионах и в империи в том числе. Но все же опасно. Дело в том, что, несмотря на то, что Concorde как бы частично может присутствовать, то есть устанавливая свои пушки на гейты именно в лоусеке, вы по-прежнему рискуете быть убитыми теми же самыми пиратами, пвпшниками и так далее. Как правило, в каких-то глубоких лоусеках можно и не ожидать налета каких-нибудь убийц, тех же товарищей игроков, которые охотятся за вашими крабскими корабликами, но в то же время никогда не знаешь, кто в эту систему придет и никогда не знаешь, кто тебя убьет. В нулях же все проще. В отличие от NPC нулей, Climb нули поддерживаются каким-то альянсом. Альянс эти нули защищают, они устраивают вылеты, чтобы прогнать тех же самых пиратов, которые могут туда залететь. Но такое происходит недостаточно часто и не всегда. Всегда есть риск быть пойманным и убитым. Всегда есть риск потерять свой корабль не только от NPC, но также от игроков. 100% защитить вас сможет только хайсеки, но, как я вырвался ранее, доход там не такой высокий, в отличие от нулей. В нулях есть всегда что-то, что приносит достаточно стабильный и высокий доход без особых усилий, в том числе. То есть абсолютно рутинные и монотонные занятия могут приносить достаточно высокий доход, в отличие от хайсеков. В хайсеках же нужно постоянно себя направлять в какое-то новое русло. Допустим, фармить Санша, допустим, постоянно что-то где-то сканить, проходить какие-то бездны и так далее. То есть направлять себя в разные русла, чтобы получать тот или иной доход в зависимости от события. Разумеется, в нулях тоже присутствуют вторжения Санша, их также там можно крабить. В нулях можно также хорошо сканить, в нулях можно копать хорошие насыщенные луны, но при этом нужно всегда обращать свое внимание на то, какая политика регулирует политику именно добычи лун, фарма и так далее. Потому что правила в каждом альянсе свои. Можно пойти в сугубо русскоязычный альянс и, допустим, арендовать там какую-нибудь луну, раз в месяц ее выкапывать, а параллельно, пока она перезагружается, фармить какие-нибудь зеленки, а параллельно еще и сканить. Логично то, что в нулях в большинстве случаев используются более продвинутые технологии производства и добычи, но это чревато налогообложением. Каждый альянс будет возлагать на вас налог за производство, за добычу, которую вы будете платить, чтобы заниматься на их станциях тем или иным занятием. Отсюда следуют соответственные выводы, допустим. Вы можете проживать в хайсеках и производить все на станциях, которые не требуют никакого налога, но, допустим, памп по производству и переработке будет отсутствовать полностью в нулях. Вы, допустим, можете использовать какой-нибудь Сотио, использовать какую-то Татару с Тефторими Ригами, просто которая стоит бешеных денег и при этом получать дополнительную производительность от этой станции и выхлоп, что покроет и ваш налог альянсу и, соответственно, увеличить ваш доход в целом. Нули же чреваты тем, что в них, как правило, отсутствует какая-либо централизованность, но все-таки есть альянсы, которые эту централизованность стараются наладить, которые стараются ее регулировать и контролировать, тем самым, приблизив свое, так сказать, могущество к уровню Империи, имеют какой-то здоровенный, просто сумасшедший рынок, в котором цены могут быть точности, как в Джите, могут иметь постоянные какие-то вылеты, которые 100%, допустим, в определенные часы защищают игроков от гангов и так далее, особенно тех, кто крабят на больших кораблях, такие как Рорки, Мазара, Карриеры, организовывать целые капитальные зонтики, которые просто по первому писку прибегут вас спасать, но, как правило, не все альянсы могут обладать такой мощью, до этого нужно альянсу еще и дорастать. Как правило, есть еще существенное отличие по доходу, об этом я планировал собрать большой видеоролик, над которым я работаю уже на протяжении 8 месяцев, но данных пока мало, чтобы привести информацию к вам на экран, но кратенько могу сказать. Нули могут делиться на фракции также, то есть в зависимости от региона, в котором вы проживаете, могут проживать различные НПС. Это могут быть Ангелы, это могут быть Серпентис, Санша, Блады, Гуристас и Дроны, например. И активный фарм, а в том числе и Луны, будут существенно отличаться, как по доходу, так и по политике, в принципе. То есть дело в том, что, допустим, Серпентис, Блады имеют НПС Серпентис и Бладов, и в них, соответственно, падает другой лут, как правило, арморный. Там могут также отличаться и десятки, там же также существенно отличаются и Луны, которые находятся в этих регионах, в отличие, допустим, от других. В тех же Ангелах, например, Санша, там шелдовый мусор падает с НПС, но при этом в тех же Санша регионах достаточно качественный скан, например, достаточно продвинутые корабли, которые выпадают, такие как Найтмары, в отличие, допустим, от тех же Ангелов. В Ангелах, допустим, кораблик, который выпал, это Макерил, он будет стоить на рынке в районе 800 миллионов после производства, да, а тот же самый Найтмар будет стоить миллиард двести. Разница есть, соответственно, разница есть. В тех же самых Бладах можно выбить спокойно имплант стоимостью на рынке миллиарда, при этом не выбить его никогда в Ангелах. То есть здесь тоже нужно свое внимание на этом заострять, в каких регионах вы хотите проживать, но, к счастью, в скором будущем, не знаю, как скоро, я выпущу такой видеоролик по качеству регионов, что в них содержится прям подробно-подробно с идеальной статистикой, которую я собираю сейчас, вот, и скоро вы этот видос увидите, я думаю, по крайней мере, если все будет хорошо. Вот. Отсюда, соответственно, существенное различие. Выбирать, в каком регионе жить, только вам. Но есть такой небольшой совет именно для новичков. Первые, скажем, пару-тройку недель лучше все-таки пожить в Империи. Понять, как управлять кораблем, как сканить, как копать и так далее. Всему это научиться в Империи, пока на вас никто не нападает, да, а потом уже определять для себя путь, куда же вам все-таки идти в хайсек, как в хайсеке остаться, в лоусеке податься, либо в клайм нули куда-то уехать, в какой-нибудь альянс жить и с другими ребятами там играть. Но, как показывает практика, практически, ну, я думаю, 80% игроков все же уходит в клайм нули. Просто они рассредоточены по другим альянсам, по другим регионам и там или здесь проживают. Есть конкретные, это, как правило, какие-то небольшие статики, которые могут проживать в лоусеках и NPC нулях. Их существенное отличие от того, что там есть NPC-цитадели, в которых игроки могут жить, то есть которыми не заведуют обычные игроки. Вот, и они занимаются в большей степени тем, что просто пвпшатся. Это, как правило, уже продвинутые пилоты, которых интересует только убийство других пилотов, убийство корабликов и так далее. Этим они живут. Но если у игрока какой-то смешанный контент, и он хочет все-таки попробовать и то, и другое, и пвп, и пве, и крабить, и копать, и сканить, и сальважить, то, на мой взгляд, это либо вормхол, либо все-таки клайм нули. Я думаю, какое-то направление, какой-то вектор, какой-то общую пищу для размышлений я вам дал. Собственно, судите сами, решайте сами, что вам больше нравится, но какие-то основные обобщенные аспекты о нулях, о империи я вам все-таки здесь предоставил. Всем спасибо за просмотр. До следующих выпусков. Пока.